Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет видео покупочки лошади на дополнительный аккаунт Deborah Valeberg, которая теперь стала еще лицом моих будущих рпшных вложеков. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! И теперь высосало столько звуков лошадей, что мне непривычно. Мы сегодня отправляемся, как я уже и сказала, покупать ей лошадку, и это очень-очень приятное событие. У нас накопились тысячи эска, Deborah у нас лайфник, и на данный момент у нее в конюшне две, скажем так, началочки. Одна старенькая, другая новенькая, три лошади здесь и еще французский сельдь. Но по факту у нее четыре рабочие лошади, которые очень сложно с каждым разом выбирать, какую брать на тренировки. Липецан, Бельгеец, Голландец и французский сельдь. Вот, на сегодня мы отправляемся в неожиданное место. Никогда, кстати, не думала, что куплю ей эту породу. Я всю жду типичных, скажем так, родственников французского селья. Это у нас Альденбургская, Вестфальская, Галштинская, кто там еще? Вестфальская, я его уже называла. Я жду очень сильно вот этих лошадей. Но сегодня мы отправляемся с вами на ранчо Старщайна, так как нам только-только добавили новой масти, американской верховой. Я одну из этих лошадок приметила еще на этапе спойлеров, что хочу одну масть купить Деборе. И вот сегодня мы будем думать, кого же ей все-таки взять, потому что я до последнего не знала, кого из красавчиков мы ей возьмем. Изначально я хотела стопроцентно брать Гнедову. Он мне очень сильно понравился. Давайте сразу поменяем Гриву. Я хочу ему сделать корешечку, потому что американская верховая у нее будет, наверное, на конкур-кросс. А может быть, ну, в скачке вряд ли. Мне вот эта вот постоянная стоящая шея, если честно, смущает. Вот очень сильно смущает, но в конкур точно. Так, давайте посмотрим. Вот два красавца. Один вот такой рыженький. И он тоже некую дольку очарования мне все-таки в душу-то поцикл. Сейчас будем смотреть. Гнедой. У Дебури уже есть вариации, скажем так, гнедых, бурых лошадей. Ну, в общем, темненьких у нее. Бурый бельгиец, караковый голландец. И вот старенькие лошадки две. У нее тоже бурогнедые, скажем так. Один лишь лепецан и француз выделяются на фоне всего этого. Да, тут еще у нас знакомые встретились. Сейчас помашем лобкой, помашем ручкой. И я даже не знаю, с одной стороны они безумно классно смотрятся. И хотелось бы купить ей такую лошадь, но у нее и так почти вся конюшня. Я думаю, когда-нибудь будет вся вот в таких вот лошадях. А рыжик, он, во-первых, такой особо приятный, пыльный для меня мастер, но в хорошем смысле. Мне нравится оттеночек, нравится, в принципе, все его тело, как оно покрашено, как сделан его хвост. Вот такой красавец. И у меня на днях случилась еще такая ситуация, это прям просто вышло совпадение. Я пересматривала фотографии со старыми воспоминаниями и увидела фотографию, где мой старый пес бунтует на даче вместе с другим песиком. Это был, я помню, как сейчас рыжий шарпей. И звали его Крис. Полное имя там было связано с графом Монте-Кристо под документом, но все его звали Крис. И я подумала, я хочу себе что-то похожее в ССО. Почему бы просто вот не купить, чтобы была лошадка какая-то вот такая. И тут, пожалуйста, Нати тебе, нам добавляют вот этого вот американца. И поэтому я теперь в замешательстве, потому что я хочу себе этого американца. И пусть это тоже будет Крис. Не знаю почему. Но он действительно очень симпатичный, он мне очень сильно понравился. Я уверена, что многие из вас скажут, Даша, нет, давай гнидовым. Нам кажется, что гнидой с Деборой смотрится более выигрышно, чем вот этот рыжик. И я согласна, я согласна. Я, может быть, сейчас его и куплю, но не знаю. Не знаю, дайте подумать, дайте посмотреть еще раз его аллюры. Но при этом у Дебора нету гнидова. То есть у нее бурые, по своей сути, бурые караковые. Все, чисто гнидово с такими носочками, черным хвостом, черной гривей у нее нету. У нас чернохвостый, только вот это вот чудо, да. Да, это вот наша кобылочка, очень дерганая, эмоциональная. Но и при этом вот этот рыжик тоже очень даже. Но может быть, кстати, рыжика мы купим на еще другой аккаунт. И там он будет тоже крисом. Ну, просто я вот что-то так смотрю. Он мне нравится, но меня вызывает сомнение, а покупать ли его именно Дебора. Мне кажется, что все-таки нет. Есть у меня на примете Кассандра, с которой он будет сочетаться идеально. Прям один в один. А здесь даже, если я не знаю, я переоденусь вот а-ля по-домашнему, сниму, допустим, шлем, перчаточки а-ля гуляющая по конюшню. Ну, что-то как-то не то. Что-то вот, нету сходства какого-то. А вот здесь что-то есть. И вот это есть меня очень сильно радует. Так что мы, пожалуй, все-таки возьмем гнидово. Но я не знаю, как тебя назвать. Сейчас быстренько посмотрим. Стоит он с изменением прически. Напоминаю, мы корешечку делаем. 919 СК. Это будет взрослый. Давайте это будет жеребец. Кобылу я тут вообще не вижу. А вот по именам-то я что-то как-то и не подумала. В плане скаут. Скаут. Нет, скаут. Сияние. Туристка. Вот это интересно. Надо сейчас подумать вообще, кто ты. Огонь. Пламенный огонь. Невеста. Нет, не невеста. Мощь. Мордачка. Мордашка. Или вообще на английском его назвать? Нет. Следующая моя лошадь на английском языке однозначно будет... Кто у нас там? Ольденбургскую хотели добавлять. Когда-то там спойлер у нас был. Пламенный. Может тебя назвать пламенный мастер? Вы знаете, а мне нравится. А если на английском, то может быть fire... Нет, пламенный это flame, по-моему. Flame master. Master flame. Flame master. Нет, давайте, наверное, на русском все-таки. Пламенный мастер. Конь. Красавец. Высокий. Статный. Конкурист. Я думаю, ему это подойдет. Так. Проверяем. Взрослый. Жеребец. Американская верховая лошадь третьего поколения. Пламенный мастер. 1021 СК у меня есть. Код последний я, правда, так и не вела, забыла. Итак. Ой, я что-то прям так волнуюсь, потому что с одной стороны очень хочется купить, а с другой стороны потом опять копить ИСКА и следующую лошадь я смогу купить только через 2 месяца на этот аккаунт. Но я не планировала покупать фризы на этот аккаунт. Вообще никак. И грядущего норекера я тоже не хотела покупать. Поэтому пока что из последних мне нравился только этот молодой человек. Этот мастер пламенный. Поэтому, да, наверное, в следующем году только будут какие-то покупки лошадок. Так что можем себе позволить. Все, я уверена. Я полностью, целиком, целиком и полностью хочу, чтобы это был пламенный мастер. Взрослый. Жеребец. А, 919 СК. Прическа на месте. И не на месте. Покупаем. Так. Господи, неужели я до Бори вновь купила коня? Здравствуй, пламенный мастер. Ой, ну прям классно. Ну ты красивый. Ну ты очень красивый. Я прям не могу. Мастер это все благодаря мастер. Отправляем его на конюшню. А, бегаем и радуемся. И отправляемся домой. Я вообще... А я вообще забыла. Я хотела сравнить его с французским селем по росту. А забыла. Ну ничего. Сейчас сравним уже дома на конюшню. Ну что ж, вот мы и приехали домой. Здесь у нас пока что еще не кормленные кони. Я один день еще пропустила. Все никак не могу всех накормить. Хотя надо бы и вот здесь вот у нас горцует во все новый гость. Новый красавец. Пламенный мастер. Ой, прям... Так, сейчас надо тебя вначале погладить. Здравствуй. О, ты какой бойкий. Я, наверное, сделала большущую ошибку. В том плане, что он стоит рядом с кобылкой французского селя. Потому что у меня она очень-очень даже неспокойная. Я вообще не пабельки. Очень импульсивная девушка. Но ничего, я надеюсь, может быть, они поладят. Так, повышаем уровень. Ура! Все, замечательно. Я не буду пока им покупать недоуздок. Подковки. Что, кстати, по подковкам. Нам добавили в магазин какие-то новые подковы. Лучшие подковы от Марждена. Подковы, сделанные руками самого Конрада Марждена. Это, я не понимаю. Видимо, их просто обновили. Давайте посмотрим. А, нет. А почему так? Так, то есть они добавили подковы точно такие же по характеристикам и практически по ценам. Добавились только подковы за 10 СК, единичные. А раньше единичные у нас выдавались бесплатно, по-моему. 90 СК. А я не помню, у меня вообще на остальных лошадках подковы есть? Так, тут есть, тут есть, тут есть. Очень редко покупаю лошадей, поэтому забываю. Но на французе, значит, точно есть. Тогда покупаем. Мы сразу покупаем тебе хорошие. Это же хорошие, да, 90 СК, да. Самые лучшие подковы. Почему их на гавке называют подковы? Мы покупаем. Все, все, а ты хороший. Ну, какой же ты, правда, дергнелись. Старые подковы обязательно выкидываю. Я их не складирую никогда. Итак, идем подбирать тебе амуницию. Амуницию. Боже мой, как вы классно смотритесь-то. Я не могу прям такой спорт. Такая спортивная пара. Ну, вот он просто сам по себе вот такой весь напряженный. Еще рельеф и все вот это вот. Но он пониже, он пониже, чем французский сель. То есть у меня вообще, по-моему, единственная кобыла, да еще и самая высокая на конюшне. Но все равно, как бы, классно смотрится, классно сочетается. Ай, я очень-очень рада. Я прям очень-очень сильно рада. Деборочка, у тебя теперь новая лошадка. Можешь спокойно выполнять задание скачки, не боясь, что опыт уйдет впустую. Так, а у меня еще была... Это единственная моя лошадь, кроме началки, которая может носить, по-моему, трехлистник. Я не помню, ли пацан и голландец. Голландец? Нет, голландец, наверное, может. Или нет? Я не помню. Все. Но главное, все, все. Вот ты будешь носить этот трехлистник. Я не знала, куда его вообще положить и на кого, главное, положить. Так, у нас тут что? Седловик тридесятилетия. Выездковый, конкурный. А конкурный это у нас чейсет. Так, нет, нет, нет. А, вот, у меня же есть черные лежат здесь. И надо посмотреть где-то, может быть, какие-нибудь награвочки или колокольчики. Вообще, я хотела купить награвки, я вспомнила, которые никакая из моих лошадей носить не могла точно. Так, я не знаю, у меня сейчас, наверное, на них не хватит. У меня 12 СК осталось. Так, это задание у нас. Ну, пожалуй, наверное. А давайте бинты пока что оставим. Которые у меня в рюкзаке как раз лежат. Со своим сетом я ничего делать не буду. Он меня устраивает. Ну, красота. Ну, красотунья. Ну, замечательно. Знаете, я даже нет. Подождите, я хочу попробовать сделать по-другому. Прежде чем мы выйдем на улицу и попытаемся посмотреть на это чудо, я поменяю амуницию у этих двух лошадок. Мне кажется, на французском селе лучше будет смотреться черный сет. Ну да. А на тебе гнидой, хотела сказать. А на тебе коричневый. Вот. Вот теперь все на своих местах. Теперь вообще все замечательно. Отлично. Ну что, пойдем смотреть работу этой лошадки в деле. Я тут вспомнила, что последнее видео с покупками лошадок я всегда смотрю лошадей либо в Морланде, либо на ферме Стива. И меня осенило. Надо возвращать традицию смотреть лошадей после покупки в Манеже. Раньше же всегда все смотрели лошадей в Манеже. Только без боевого пуля. Так почему бы и не вернуть эту традицию? Я считаю, очень хорошая была. А главное, всегда красивая и эстетичная. Так. Ну, давайте посмотрим. Вот так мы шагаем. Он пока что маленького уровня, но кормленный. Помним об этом, что ухоженные лошадки всегда быстрее. Вот так вот мы шагаем. Рысь. С новыми звуками это просто какое-то наслаждение. Очень приятное. Дальше у нас Манежный. Нравится мне этот аллюр не менее, чем Рысь. Очень прям. Ой, ну я не могу. Я такая... Я счастлива. И давайте... У нас это быстрый рек. Медленный рек. Понятное дело, он чуть помедленнее. Смотримся мы прям вообще на расслабончике. Голоп. Странные звуки, правда, по этому грунту в Манеже. Быстрый голоп. Мы похожи на деревянную лошадку-качалку. И карьер. Ну как бы... А, нет, или это и был карьер? А, нет, карьер, по-моему, там тоже самый быстрый... А, нет, я его открыла. У меня что-то уже все в голове перепуталось. Так, хорошо, теперь прыжок. Разработчики, ну начните делать нормальные приземления у лошадей, пожалуйста. Это выглядит ужасно. Даже на рысе у нас нет нормальной анимации приземления. Она какая-то вечно урезанная. Так, хорошо. Мы должны сейчас посмотреть еще резкую остановку. Вот такой вот на полуприседе. Осаживание. Вот такой аккуратненький хвостик. Еще такой тоненький весь, лохматенький на конце. Дебил. Я только что обратила внимание, как широко он расставляет задние ноги, когда делает дебил. Ну-ка. Вот это да. Вот это кадр. Прекрасно же. Все, все, красотули. И прям, ой, я даже не верю, что я ноги его все-таки купила. Я до последнего была неуверена в сегодняшней покупке. Я думала, что я приеду, посмотрю, потыкаю, прическу поправлю и уеду без лошади. Без лошади уеду. Но нет, ребятушки, лошадь есть. Мы ее даже купили. Так что, ааа, мы очень сильно счастливы. Да, покупочка вышла, правда, долговато немножечко, чем обычно. Но да ладно. Буду долго на нем кататься, выполнять задания и прокачивать данную лошадку. Ну, а также ждите от Деборы РП-влог тоже с покупкой этой лошади. Ну, а на этом я заканчиваю. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, какая масть вам понравилась из новоприбывших американских верховых больше. Гнидой или рыженький. Какую масть вы купили себе или планируете купить. Очень интересно будет почитать. А также, в какой спорт вы захотите его брать. Ну, а я пойду покачаю скачки. Заодно заработаю в шиллинге, потому что это кошмар. 12 СК и 77 шиллингов Юрвика. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну, и до встречи в следующем видео. Боже мой, ну какой ты красивый. Субтитры подогнал «Симон»!